Иван Бунин. Натали. Часть первая. В то лето я впервые надел студенческий картуз и был счастлив тем особым счастьем начала молодой свободной жизни, что бывает только в эту пору. Я вырос в строгой дворянской семье, в деревне, и юношей, горячо мечтая о любви, был еще чист душой и телом, краснел при вольных разговорах гимназических товарищей, и они морщились, шел бы ты, Мещерский, в монахи. В то лето я уже не краснел бы. Приехав домой на каникулы, я решил, что настало и для меня время быть как все, нарушить свою чистоту, искать любви без романтики, и в силу этого решения, да и желания показать свой голубой околыш, стал ездить в поисках любовных встреч по соседним имениям, по родным и знакомым. Так попал я в имение моего дяди по матери, отставного и давно овдовевшего Улана Черкасова, отца единственной дочери, а моей двоюродной сестры Сони. Я приехал поздно, и в доме встретила меня только Соня. Когда я выскочил из Тарантаса и вбежал в темную прихожую, она вышла туда в ночном фланелевом халатике, высоко держа в левой руке свечку, подставила мне для поцелуя щеку и сказала, качая головой со своей обычной насмешливостью, «Ах, вечно и всюду опаздывающий молодой человек!» «Ну уж на этот раз никак не по своей вине, — ответил я, — опоздал не молодой человек, а поезд. Тише, все спят. Целый вечер умирали от нетерпения, ожидания и, наконец, махнули на тебя рукой. Попа ушел спать рассерженный, обругав тебя вертопрахом, а Ефрема, очевидно, оставшегося на станции до утреннего поезда, старым дураком. Натали ушла обиженная, прислуга тоже разошлась. Одна я, оказалась терпелива и верна тебе. Ну, раздевайся и пойдем ужинать. Я ответил любую с ее синими глазами, поднятой, открытой до плеча рукой. «Спасибо, милый друг. Убедиться в твоей верности мне теперь особенно приятно. Ты стала совершенной красавицей. И я имею на тебя самые серьезные виды. Какая рука, шея и как соблазнителен этот мягкий халатик, под которым верно ничего нет». Она засмеялась. «Почти ничего. Ну и ты стал хоть куда и очень возмужал. Живой взгляд и пошлые черные усики. Только что это с тобой? Ты за эти два года, что я не видала тебя, превратился из вечно вспыхивающего от застенчивости мальчишки в очень интересного нахала. И это сулило бы нам много любовных утех, как говорили наши бабушки, если бы не Натали, в которую ты завтра же утром влюбишься до гроба». «Да кто это Натали?» – спросил я, входя за ней в освещенную яркой висячей лампой столовую с открытыми в черноту теплой и тихой летней ночи окнами. «Это Наташа Станкевич, моя подруга по гимназии, приехавшая погостить у меня. И вот это уж действительно красавица, не то что я. Представь себе, прелестная головка, так называемые золотые волосы и черные глаза. И даже не глаза, а черное солнце, выражаясь по-персидски. Ресницы, конечно, огромные, и тоже черные, и удивительный золотистый цвет лица, плечей и всего прочего». «Чего прочего?» – спросил я, все больше восхищаясь тоном нашего разговора. «А вот мы завтра утром пойдем с ней купаться. Советую тебе залезть в кусты, тогда увидишь чего». «И сложена, как молоденькая нимфа». На столе в столовой были холодные котлеты, кусок сыра и бутылка красного крымского вина. «Не прогневайся, больше ничего нет», – сказала она, садясь и наливая вина мне и себе. «И водки нет, ну, дай бог, чокнемся хоть вином». «А что именно, дай бог?» «Найти мне поскорей такого жениха, что пошел бы к нам во двор. Ведь мне уже двадцать первый год, а выйти куда-нибудь замуж на страну я никак не могу. С кем же останется попа?» «Ну, дай бог». И мы чокнулись. Немедленно выпив весь бокал, она опять со странной усмешкой стала глядеть на меня, на то, как я работаю вилкой, стала как бы про себя говорить. «Да ты ничего себе, похож на грузина и довольно красив. Прежде был уж очень тощий, зелен лицом». В общем, очень изменился, стал легкой, приятной. Только вот глаза бегают. «Это потому, что ты меня смущаешь своими прелестями. Ты ведь тоже не совсем такая была прежде». И я весело осмотрел ее. Она сидела с другой стороны стола, вся взобравшись на стул, поджав под себя ногу, положив полное колено на колено, немного боком ко мне, под лампой блестел ровный загар ее руки, сияли синелиловые усмехающиеся глаза и красновато отливали каштаном густые мягкие волосы, заплетенные на ночь в большую косу. Ворот распахнувшегося халатика открывал круглую загорелую шею и начало полнейшей груди, на которой тоже лежал треугольник загара. На левой щеке у нее была родинка с красивым завитком черных волос. «Ну а что, папа?» Она, продолжая глядеть, все с той же усмешкой, вынула из кармана маленькой серебряной портсигары, серебряную коробочку со спичками и закурила с некоторой даже излишней ловкостью, поправляя под собой поджатое бедро. Папа, слава богу, молодцом, по-прежнему прям, тверд, постукивает костылем, взбивает седой кок, тайком подкрашивает чем-то буром усы и баки, молодецки посматривает на Христию. Только еще больше прежнего, еще настойчивый трясет, качает головой. «Похоже, что никогда ни с чем не соглашается», — сказала она и засмеялась. «Хочешь папиросу?» Я закурил, хотя еще не курил тогда. Она опять налила мне и себе и посмотрела в темноту за открытым окном. «Да, пока все, слава богу. И прекрасное лето, ночь-то какая, а? Только соловьи уж замолчали. И я, правда, очень тебе рада. Послала за тобой еще в шесть часов, боялась, как бы не опоздал выживший из ума Ефрем к поезду, ждала тебя нетерпеливее всех. А потом даже довольна была, что все разошлись, что ты опаздываешь, что мы, если ты приедешь, посидим наедине. Я почему-то так и думала, что ты очень изменился. С такими, как ты, всегда бывает так. И знаешь, это такое удовольствие, сидеть одной во всем доме в летнюю ночь, когда ждешь кого-нибудь с поезда. И, наконец, услыхать, что едут, погромыхают бубенчики, подкатывают к крыльцу. Я крепко взял через стол ее руку и подержал в своей, уже чувствуя тягу ко всему ее телу. Она с веселым успокойствием пускала из губ колечки дыма. Я бросил руку и, будто шутя, сказал, Вот ты говоришь Натали. Никакая Натали с тобой не сравнится. Кстати, кто она, откуда? Наша Воронежская, из прекрасной семьи, очень богатой когда-то, теперь же просто нищей. В доме говорят по-английски и по-французски, а есть нечего. Очень трогательная девочка, стройненькая, еще хрупкая. Умница, только очень скрытная. Не сразу разберешь, умна или глупа. Эти Станкевичи — недалекие соседи твоего милейшего кузена Алексея Мещерского. И Натали говорит, что он что-то частенько стал заезжать к ним и жаловаться на свою холостую жизнь. Но он ей не нравится. А потом богат. Подумать, что вышла из-за денег, пожертвовала собой для родителей. Так, сказал я. Но вернемся к делу. Натали, Натали, а как же наш-то с тобой роман? Натали нашему роману все-таки не помешает, ответила она. Ты будешь сходить с ума от любви к ней, а целоваться будешь со мной. Будешь плакать у меня на груди от ее жестокости, а я буду тебя утешать. Но ведь ты же знаешь, что я давным-давно влюблен в тебя. Да, но ведь это была обычная влюбленность в кузину, и при том уж слишком подколодная. Ты тогда только смешон и скучен был. Но бог с тобой, прощаю тебе твою прежнюю глупость, и готова начать наш роман завтра же, несмотря на Натали. А пока идем спать, мне завтра рано вставать по хозяйству. И она встала, запахивая халатик, взяла в прихожей почти догоревшую свечу и повела меня в мою комнату. И на пороге этой комнаты, радуясь и дивясь тому, чему я в душе дивился и радовался весь ужин, такой счастливой удачей своих любовных надежд, которая вдруг выпала на мою долю у Черкасовых, я долго и жадно целовал и прижимал ее к притолоке, а она сумлочно закрывала глаза, все ниже опуская капающую свечу. Уходя от меня с пунцовым лицом, она погрозила меня пальцем и тихо сказала, «Только смотри, теперь завтра при всех не сметь пожирать меня страстными взорами. Избави Бог, если заметит что-нибудь Папа. Он меня боится ужасно, а я его еще больше. Ты не хочешь, чтобы Натали заметила что-нибудь. Я ведь очень стыдлива, не суди, пожалуйста, по тому, как я веду себя с тобой. А не исполнишь моего приказания, сразу станешь противен мне». И разделся и упал в постель с головокружением, но уснул сладко и мгновенно, разбитый счастьем и усталостью, совсем не подозревая, какое великое несчастье ждет меня впереди, что шутки Сони окажутся не шутками. Впоследствии я не раз вспоминал, как некое зловещее предзнаменование, что когда я вошел в свою комнату и чиркнул спичкой, чтобы зажечь свечу, на меня метнулась крупная летучая мышь. Она метнулась к моему лицу так близко, что я даже при свете спички ясно увидал ее мерзкую, темную бархатистость и ушастую, курносую, похожую на смерть хищную мордочку, потом, с гадким трепетанием, изламываясь, нырнула в черноту открытого окна. Но тогда я тотчас забыл о ней. Часть вторая В первый раз я видел Натали, на другой день утром только мельком. Она вдруг вскочила из прихожей в столовую, глянула, была еще не причесана, и в одной легкой распашонке из чего-то оранжевого, и, сверкнув этим оранжевым, с золотистой яркостью волос и черными глазами, исчезла. Я был в ту минуту в столовой один, только что кончил пить кофе, улан кончил раньше и ушел, и, встав из-за стола, случайно обернулся. Я проснулся в то утро довольно рано, в еще полной тишине всего дома. В доме было столько комнат, что я иногда путался в них. Я проснулся в какой-то дальней комнате, окнами в теневую часть сада, крепко выспавшись, с удовольствием вымылся, оделся во все чистое, особенно приятно было надеть новую косоворотку красного шелка, покрасивее причесал свои черные мокрые волосы, подстриженные вчера в Воронеже, вышел в коридор, повернул в другой, и оказался перед дверью в кабинет и вместе в спальню у Лана. Зная, что он встает летом, часов в пять постучался. Никто не ответил, и я отворил дверь, заглянул и с удовольствием убедился в неизменности этой старой просторной комнаты с тройным итальянским окном под столетний серебристый тополь. Налево вся стена в дубовых книжных шкафах, между ними в одном месте высятся часы красного дерева с медным диском неподвижного маятника, в другом стоит целая куча трубок с бисерными чубуками, а над ним висит барометр, в третьем вдвинуто бюро дедовских времен с порыжевшим зеленым сукном откинутой доски орехового дерева, а на сукне клещи, молотки, гвозди, медная подзорная труба, на стене возле двери под стопудовым деревянным диваном целая галерея выцветших портретов в овальных рамках, под окном письменный стол и глубокое кресло. То и другое тоже огромных размеров, правее над широчайшей дубовой кроватью картина во всю стену, почерневший лаковый фон, на нем еле видны клубы смурно-дымчатых облаков и зеленовато-голубых поэтических деревьев, а на переднем плане блещет точно окаменевшим яичным белком голая дородная красавица, чуть не в натуральную величину, стоящая в полуоборот к зрителю гордым лицом и всеми выпуклостями полновесной спины, крутого зада и тыла могучих ног, соблазнительно прикрывая удлиненными расставленными пальцами одной руки сосок груди, а другой низ живота в жирных складках. Оглянув все это, я услыхал сзади себя сильный голос улана с костылем, подходившего ко мне из прихожей. — Нет, братец, меня в эту пору в спальне не найдешь. Это ведь вы валяетесь по кроватям до трех дубов? Я поцеловал его широкую сухую руку и спросил, — Каких дубов, дядя? — Так мужики говорят, — ответил он, мотая седым коком и оглядывая меня желтыми глазами, еще зоркими и умными. — Солнце на три дуба поднялось, а ты все еще мордой в подушке, — говорят мужики. — Ну, пойдем пить кофе. Чудесный старик, чудесный дом, — думал я, входя за ним в столовую, в открытые окна которой глядела зелень утреннего сада и все летнее благополучие деревенской усадьбы. Служила старая нянька, маленькая и горбатая. Улан пил из толстого стакана в серебряном подстаканнике крепкий чай со сливками, придерживая в стакане широким пальцем тонкое, длинное, витое стебло, крутой золотой старинной ложечки. Я ел ламодзелом тем черный хлеб с маслом и все подливал себе из горячего серебряного кофейника. Улан, интересуясь только собой, ни о чем не спросив меня, рассказывал о соседях-помещиках, на все лады броня и высмеивая их. Я притворялся, что слушаю, глядел на его усы, баки, на крупные волосы на конце носа, а сам так ждал Натали и Соню, что не сиделось на месте. Что это за Натали? И как мы встретимся с Соней после вчерашнего? Чувствовал к ней восторг, благодарность, порочно думал о спальнях ее и Натали, обо всем том, что делается в утреннем беспорядке женской спальни. Может, Соня все-таки сказала Натали что-нибудь о нашей начавшейся вчера любви. Если так, то я чувствую нечто вроде любви и к Натали, и не потому, что она будто бы красавица, а потому, что она уже стала нашей Соней тайной соучастницей. Отчего же нельзя любить двух? Вот они сейчас войдут во всей своей утренней свежести, увидят меня, мою грузинскую красоту и красную косоворотку, заговорят, засмеются, сядут за стол, красиво наливая из этого горячего кофейника, молодой утренний аппетит, молодое утреннее возбуждение, блеск выспавшихся глаз, легкий налет пудры на как будто еще помолодевших после сна щеках. И этот смех за каждым словом не совсем естественный, тем более очаровательный. А перед завтраком они пойдут по саду к реке, будут раздеваться в купальне, освещаемые по голому телу сверху синевой неба, а снизу отблеском прозрачной воды воображение всегда было живо у меня. Я мысленно видел, как Соня и Натали станут держась за перила лесенки в купальне, неловко сходить по ее ступенькам, погруженным в воду, мокрым, холодным и скользким от противного зеленого бархата слизи, наросшей на них. Как Соня, откинув назад свою густоволосую голову, решительно упадет вдруг на воду поднятыми грудями, и вся странно видная в воде, голубоватым меловым телом косо разведет в разные стороны углы рук и ног, совсем как лягушка. Ну, до обеда! Ты ведь помнишь, обед в двенадцать, отрицательно качая головой, сказал Улан и встал со своим выбритым подбородком в бурых усах, соединенных с такими же баками высок и старчески твердый, в просторном часучевом костюме и тупоносых башмаках, с костылем в широкой руке, покрытый гречкою, потрепал меня по плечу и скорым шагом ушел. И вот тут-то, когда я тоже встал, чтоб выйти через соседнюю комнату на балкон, она и вскочила, мелькнула и скрылась, сразу поразив меня радостным восхищением. Я вышел на балкон изумленный, в самом деле красавица. И долго стоял так, как бы собираясь с мыслями. Я так ждал их в столовую, но когда, наконец, услыхал их в столовой с балкона, вдруг сбежал в сад, охватил какой-то страх, не то перед обеими, с одной из которых я имел уже пленительную тайну, не то больше всего перед Натали, перед тем мгновенным, чем она полчаса тому назад ослепила меня в своей быстроте. Я походил по саду, лежавшему, как и вся усадьба в речной низменности, наконец преодолел себя, вошел с напускной простотой и встретил веселую смелость Сони и милую шутку Натали, которая с улыбкой вскинула на меня из черных ресниц сияющую черноту своих глаз, особенно поразительную при цвете ее волос. — Мы уже виделись. Потом мы стояли на балконе, облокотясь на каменную балюстраду, с летним удовольствием чувствуя, как горячо печет нам раскрытые головы. И Натали стояла возле меня, а Соня, обняв ее, и будто рассеянно глядя, куда-то с усмешкой напевала средь шумного бала, случайно. Потом выпрямилась. — Ну, купаться. В первую очередь мы, потом пойдешь ты. — Натали побежала за простынями, а она задержалась и шепнула мне изволь с нынешнего дня притворяться, что ты влюбился в Натали, и берегись, если окажется, что тебе притворяться не надо. И я чуть не ответил с веселой дерзостью, что да, уже не надо. А она, покосясь на дверь, тихо прибавила. — Приду к тебе после обеда. Когда они вернулись, пошел в купальню я. Сперва по длинной березовой аллее, потом среди разных старых деревьев прибрежье, где тепло пахло речной водой, и орали на древесных верхушках грачи, шел и опять думал с двумя совершенно противоположными чувствами о Натали и о Соне, о том, что я буду купаться в той же воде, в которой только что купались они. После обеда среди всего того счастливого, бесцельного, привольного и спокойного, что глядела из сада в открытые окна, небо, зелень, солнце, после долгого обеда с окрошкой, жареными цыплятами и малиной со сливками, за которым я втайне замирал от присутствия Натали и от ожидания того часа, когда затихнет весь дом, над послеобеденное время, и Соня, вышедшая к обеду с темно-красной бархатистой розой в волосах, тайком прибежит ко мне, чтобы продолжить вчерашнее уже не наспех и не как-нибудь. Я тотчас ушел в свою комнату и притворил сквозные ставни, стал ждать ее, лежа на турецком диване, слушая жаркую тишину усадьбы и уже томное, послеполуденное пение птиц в саду, из которого шел в ставни сладкой от цветов и трав в воздух и безвыходно думал, как же мне теперь жить в этой двойственности, в тайных свиданиях с Соней и рядом с Натали, одна мысль о которой уже охватывает меня таким чистым любовным восторгом, страстной мечтой глядеть на нее только с тем радостным обожанием, с которым я давеча глядел на ее тонкий склоненный стан, на острые девичьи локти, которыми она полустоя опиралась на нагретый солнцем старый камень балюстрады. Соня, облокотясь рядом с ней и обняв ее за плечо, была в своем батистовом пеньюаре с оборками и похожа на только что вышедшую замуж молодую женщину, а она, холстинковые юбочки и вышитые малороссийские сорочки, под которыми угадывалось все юное совершенство ее сложения, казалась чуть не подростком. В том-то и была высшая радость, что я даже помыслить не смел о возможности поцеловать ее с теми же чувствами, с какими целовал вчера Соню. В легком и широком рукаве сорочки, вышитой по плечам красным и синим, была видна ее тонкая рука, в сухо-золотистой коже которой прилегали рыжеватые волоски. Я глядел и думал, что испытал бы я, если бы посмел коснуться их губами. И, чувствуя мой взгляд, она вскинула на меня блестящую черноту глаз и всю свою яркую головку, обвитую плетью довольно крупной косы. Я отошел и поспешно опустил глаза, увидав ее ноги сквозь просвечивающие на солнце подол юбки и тонкие крепкие породистые щиколки в сером прозрачном чулке. Соня с розой в волосах быстро отворила и затворила дверь, тихо воскликнула. — Как ты спал? Я вскочил. Что ты, что ты, мог ли я спать? Схватил ее руки. — Запри дверь на ключ. Я кинулся к двери. Она села на диван, закрывая глаза. — Ну, иди ко мне. И мы сразу потеряли всякий стыд и рассудок. Мы не проронили почти ни слов за эти минуты. И она во всей прелести своего жаркого тела позволяла целовать себя уже всюду. Только целовать. И все. Сумрач не закрывала глаза, все больше разгоралась лицом. И опять уходя и поправляя волосы, шепотом пригрозила. — А что до Натали, то повторяю, берегись, перейти за притворство. Характер у меня вовсе не такой милый, как можно думать. Роза валялась на полу. Я спрятал ее в стол, и к вечеру ее темно-красный бархат стал вялым и лиловым. Часть третья. Жизнь моя пошла внешне обыденно, но внутренне я не знал ни минуты покоя, все больше и больше привязываясь к Соне, к сладкой привычке изнурительно страстных свиданий с ней по ночам. Она теперь приходила ко мне только поздно вечером, когда весь дом засыпал. И все мучительнее и восторженнее следят тайком за Натали, за каждым ее движением. Все шло обычным летним порядком. Встречи утром, купание перед обедом и обед, потом отдых по своим комнатам, потом сад. Что-нибудь вышивали, сидя в березовой аллее и заставляя меня читать вслух Гончарова, или варили варенье на тенистой полянке под дубами недалеко от дома вправо от балкона. В пятом часу чай на другой тенистой поляне влево, вечером прогулки или крокет на широком дворе перед домом. Я с Натали против Сони или Соня с Натали против меня. В сумерке ужин в столовой. После ужина Улан уходил спать, а мы еще долго сидели в темноте на балконе. Мы с Соней шутя и куря, а Натали молча. Наконец Соня говорила, ну, спать. И, простясь с ними, я шел к себе с холодеющими руками, ждал того заветного часа, когда весь дом станет темен и так тих, что слышно, как непрерывно тикающей ниточкой бегут карманные часы у моего изголовья под нагоревшей свечой. И все удивился, ужасался, за что так наказал меня Бог, за что дал сразу две любви, такие разные, такие страстные, такую мучительную красоту, обожание Натали и такое телесное упоение Соней. Я чувствовал, что вот-вот мы с ней не выдержим нашей неполной близости, и что я совсем сойду тогда с ума от ожидания наших ночных встреч и от ощущения их потом весь день, и все это рядом с Натали. Соня уже ревновала, грозно вспыхивала иногда, а вместе с тем наедине говорила мне, боюсь, что мы с тобой за столом и при Натали недостаточно просты. Папа, мне кажется, начинает что-то замечать. Натали тоже, а нянька, конечно, уже уверена в нашем романе, и небось наушничает папе. Сиди побольше в саду с Натали вдвоем, читай ей этот несносный обрыв, уводи ее иногда гулять по вечерам. Это ужасно. Я ведь замечаю, как идиотски ты пялишь на нее глаза. Временами чувствую к тебе ненависть, готова, как какая-нибудь одарка, вцепиться при всех тебе в волосы. Да что же мне делать? Ужаснее всего было то, что, как мне казалось, начала не то страдать, не то негодовать, почувствовать, что что-то есть между мной и Соней тайное, Натали. Она и без того молчаливая, становилась все молчаливее, играла в крокет или вышивала излишне пристально. Мы как будто привыкли друг к другу, сблизились. Но вот я как-то пошутил, сидя с ней вдвоем в гостиной, где она перелистывала ноты, полулежа на диване. А я слышал, Натали, что, может быть, мы с вами породнимся. Она резко взглянула на меня. Как это? Мой кузен, Алексей Николаевич Мещерский. Она не дала мне договорить. Ах, вот что, ваш кузен, этот, простите, упитанный, весь заросший черными блестящими волосами, картавящий великан с красным сочным ртом. И кто дал вам право на подобные разговоры со мной? Я испугался. Натали, Натали, да что вы так строги ко мне? Даже пошутить нельзя. Ну, простите меня, сказал я, беря ее руку. Она не отняла руки и сказала, я до сих пор не понимаю, не знаю вас, но довольна об этом. Чтобы не видеть ее томительно влекущих к себе теннисных белых башмачков, в кость подобранных на диване, я встал и вышел на балкон. Заходила из засада туча, тускнел воздух, все шире и ближе шел по саду мягкий летний шум, сладко дуло полевым дождевым ветром, и меня вдруг так сладко, молодо и вольно охватило какое-то беспричинное, на все согласное счастье, что я выкрикнул. Натали, на минутку! Она подошла к порогу. Что? Вздохните, какой ветер, какой радостью могло бы быть все! Что? Она помолчала. Да. Натали, как вы неласковы со мной, вы что-то имеете против меня? Она гордо пожала плечом. Что и почему я могу иметь против вас? Вечером, лежа в темноте, в плетеных креслах на балконе, мы все трое молчали. Звезды только кое-где мелькали в темных облаках, слабо тянул он со стороны реки вялым ветром, так дремотно журчали лягушки. К дождю спать хочется, сказала Соня, подавляя зевок. Нянька сказала, народился молодой месяц, теперь с неделю будет обмываться. И, помолчав, добавила, Натали, что вы думаете о первой любви? Натали откликнулась из темноты. Я в одном убеждена, в страшном различии первой любви юноши и девушки. Соня подумала, ну, разные девушки бывают. И решительно встала, нет, спать, спать. А я еще подремлю тут, мне ночь нравится, сказала Натали. Я прошептал, слушая удаляющиеся шаги Сони, что-то нехорошо говорили мы нынче с вами. Она ответила, да, да, мы нехорошо говорили. На другой день мы встретились, как будто спокойно. Ночью шел тихий дождь, но утром погода разгулялась, после обеда стало сухо и жарко. Перед чаем в пятом часу, когда Соня делала какие-то хозяйственные подсчеты в кабинете Улана, мы сидели в березовой аллее и пытались продолжать чтение вслух обрыва. Она, наклонясь, что-то шила, мелькая правой рукой. Я читал и от времени до времени с сладкой тоской взглядывал на ее левую руку, видную в рукаве, на рыжеватые волоски, прилегавшие к ней выше кисти, и на такие же там, где шея сзади переходила в плечо, и читал, все оживленнее, не понимая ни слова. Наконец сказал, ну теперь почитайте вы. Она разогнулась, под тонкой блузкой обозначились точки ее грудей, отложила шитье и опять наклоняясь, низко опустив свою странную и чудесную голову и показывая мне затылок и начало плеча, положила книгу на колени, стала читать скорым и неверным голосом. Я глядел на ее руки на колени под книгой, изнемогая от неистовой любви к ним и звуку ее голоса, в разных местах предвечернего сада вскрикивали на лету иволги, против нас высоко висел, прижавшись к стволу сосны, одиноко, росший в аллее среди берез красновато-серый дятел. Натали, какой удивительный цвет волос у вас, а коса немного темнее цвета спелой кукурузы. Она продолжала читать. Натали, дятел, посмотрите. Она взглянула вверх. Да-да, я его уже видела, и нынче видела, и вчера видела. Не мешайте читать. Я помолчал потом снова. Посмотрите, как это похоже на засохших серых червячков. Что? Где? Я указал на скамью между нами, на засохший птичий известковый помет. Правда? И взял и сжал ее руку, бормоча и смеясь от счастья. Натали, Натали. Она тихо и долго поглядела на меня, потом выговорила. Но вы же любите Соню. Я покраснел, как пойманный мошенник, но с такой горячей поспешностью отрекся от Сони, что она даже слегка раскрыла губы. Это неправда? Неправда, неправда. Я ее очень люблю, но как сестру. Ведь мы знаем друг друга с детства. Часть четвертая На другой день она не вышла ни утром, ни к обеду. Соня, что с Натали? Спросил Улан. И Соня ответила, нехорошо засмеявшись. Лежит все утро в распашонке, нечесанное, по лицу видно, что ревела. Принесли ей кофе, недопила. Что такое? Голова болит. Уж не влюбилась ли? — Очень просто, — сказал Улан бодро, с одобрительным намеком глянув на меня, но отрицая головой. Вышла Натали только к вечернему чаю, но вошла на балкон легко и живо, улыбнулась мне приветливо и как будто чуть виновата, удивив меня этой живостью, улыбкой и некоторой новой нарядностью. Волосы убраны туго, спереди немного подвиты, волнисто тронуты щипцами, платье другое, из чего-то зеленого, цельное, очень простое и очень ловкое, особенно в перехвате на талии, туфельки черные на высоких каблучках. Я внутренне ахнул от нового восторга. Я, сидя на балконе, просматривал исторический вестник, несколько книг которого дал мне Улан, когда она вдруг вошла с этой живостью и нескосмущенной приветливостью. «Добрый вечер, идем чай пить, сегодня за самоваром я, Соня, нездорова». «Как? То вы, то она?» У меня просто болела голова с утра. Стыдно сказать, только сейчас привела себя в порядок. «Да чего удивительно это зеленое при ваших глазах и волосах», сказал я, и вдруг спросил краснея, «Вы вчера мне поверили?» Она тоже покраснела, тонко и алло, и отвернулась, не сразу, не совсем. Потом вдруг сообразила, что не имею оснований не верить вам. И что в сущности, какое же мне дело до ваших с Соней чувств? Ну, идем. К ужину вышла и Соня и улучила минуту сказать мне, «Я заболела. У меня это проходит всегда очень тяжело, дней пять лежу. Нынче еще могла выйти, а завтра уж нет». «Веди себя умно без меня. Я тебя страшно люблю и ужасно ревную». «Уж ты даже не заглянешь нынче ко мне?» «Ты глуп». Это было и счастье, и несчастье. Пять дней полной свободы с Натали и пять дней не видать по ночам у себя Сони. С неделю правила домом, всем распоряжалась, ходила в белом передничке через двор в поварскую Натали. Я никогда еще не видал ее такой деловитой. Видно было, что роль заместительницы Сони и заботливой хозяйки доставляет ей большое удовольствие, и что она как будто отдыхает от тайной внимательности к тому, как мы с Соней говорим, переглядываемся. Все эти дни, пережив за обедом сперва тревогу, все ли хорошо, а потом довольство, что все хорошо, и старик-повар, и Христия, охлушка-горничина приносили и подавали вовремя, не раздражая Улана, она после обеда уходила к Соне, куда меня не пускали, и оставалась у ней до вечернего чая, а после ужина весь вечер. Бывать со мной наедине она, очевидно, избегала. Я недоумевал, скучал и страдал в одиночестве. Почему стало ласково, а избегает? Боится Сони или себя, своего чувства ко мне? И страстно хотелось верить, что себя. И я упивался все крепнувшей мечтой. Не навек же я связан с Соней, не век же мне, да и Натали, гостить тут. Через неделю-другую я все равно должен буду уехать, и тогда конец моим мучениям. Найду предлог поехать познакомиться со Станкевичем, и как только Натали вернется домой. Уехать от Сони, да еще с обманом, с этой тайной мечтой Натали, с надеждой на ее любовь и руку, будет, конечно, очень больно. Разве только с одной страстью целую я Соню, разве я не люблю ее? Но что же делать? Этого рано или поздно все равно не избежишь. И непрестанно думая так, в непрестанном душевном волнении, в ожидании чего-то я старался вести себя при встречах с Натали как можно сдержаннее, милее, терпеть, терпеть до поры до времени. Я страдал, скучал, как нарочно дня три шел дождь, мерно бежал, стучал тысячами лапок по крыше. В доме было сумрачно, на потолке и на лампе, в столовой спали мухи, но крепился, по часам сидел иногда в кабинете Улана, слушая его всякие рассказы. Соня начала выходить сперва в халатике на час, на два, с томной улыбкой к своей слабости, ложилась на балконе в полотняное кресло и к моему ужасу говорила со мной капризно и не в меру нежно, не стесняясь присутствием Натали. — Посиди возле меня, Витик, мне больно, мне грустно, расскажи что-нибудь смешное. Месяц-то и правда обмывался, да уж обмылся, кажется, распогодилась и как сладко пахнет цветами. Я втайне раздражаясь отвечал, раз цветы сильно пахнут, будет опять обмываться. Она била меня по руке, не смей возражать больной. Наконец стала выходить и к обеду, и к вечернему чаю, только еще бледная, и приказывая подавать себе кресло. Но к ужину и на балкон после ужина еще не выходила. И раз Натали сказала мне после вечернего чая, когда она ушла к себе, и Христия понесла со стола самовар в поварскую, Соня сердится, что я все сижу возле нее, что вы все один и один. Она еще не совсем поправилась, а вы без нее скучаете. — Я скучаю только без вас, — ответил я, — когда вас нет. Она изменилась в лице, но справилась, с усилием улыбнулась. — Но мы же условились не ссориться больше. Послушайте лучше вот что. Вы засиделись дома, пойдите погуляйте до ужина, а потом я посижу с вами в саду. Предсказания насчет месяца, слава богу, не сбылись, ночь будет прекрасная. — Соня, меня жаль, а вам? — Нисколько? — Страшно жаль, — ответила она, и неловко засмеялась, ставя на поднос чайную посуду. — Но, слава богу, Соня уже здорова, скоро не будете скучать. При словах о вечером я посижу с вами, сердце у меня сжалось сладко и таинственно. Но я тотчас подумал, да нет, это просто только ласковое слово. Я пошел к себе и долго лежал, глядя в потолок. Наконец встал, взял в прихожей картуз и чью-то палку, и бессознательно вышел из усадьбы на широкий шлях, пролегавший между усадьбой и хохлатской деревней, немного выше ее, на степном голом взгорье. Шлях вел в пустые вечерние поля. Всюду было холмисто, но просторно, далеко видно. Слева от меня лежала речная низменность, за ней слегка поднимались к горизонту тоже пустые поля. Там только что село солнце, горел закат. Справа краснел против него правильный ряд белых, одинаковых хат, точно вымершей деревни. Я с тоской смотрел то на закат, то на них, когда повернул назад, навстречу тянуло то теплым, то почти горячим ветром, и уже светил в небе молодой месяц. Блестела половина его, не сулившая ничего доброго. Как прозрачная паутина, видна была и другая половина, а все вместе напоминала желудь. За ужином, ужинали на этот раз тоже в саду, в доме было жарко, я сказал Улану, «Дядя, что вы думаете о погоде? Вот и она не отпустит». «Я не имею никаких прав на Виталия Петровича», сказала Натали. «Я жалобно воскликнул, повернулся, посмотрел в сад, где-то мерк, то разгорелся лунный свет. Из тебя, Виталий, выйдет второй Брюс». В десятом часу она вышла на балкон, где я сидел, ожидая ее в унынии, думаю, «Все это вздор, если у нее и есть какие-то чувства ко мне, то совсем несерьезные, переменчивые, мимолетные». Молодой месяц сыграл все выше и ярче в грудах, все больше скоплявшихся облаков, дымчатых белых, величаво загромождавших небо. И когда выходил из-за них своей белой половиной, похожей на человеческое лицо, в профиль, яркая и мертвенно-бледная, все озарялось, заливалось фосфорическим светом. Вдруг я оглянулся, почувствовал что-то. Натали стояла на пороге, заложив руки за спину, молча глядя на меня. Я встал. Она безразлично спросила, «Вы еще не спите?» «Но вы же мне сказали, простите, я очень устала нынче. Пройдемте по аллее, и я пойду спать». Я пошел за ней. Она приостановилась на ступеньке балкона, глядя на вершины сада, из-за которых уже клубами туч подымались облака, подергиваясь, сверкая беззвучными молниями. Потом вошла под длинный прозрачный навес березовой аллеи, в пестроту, в пятна света и тени. Равняясь с ней, я сказал, чтобы сказать что-нибудь, как волшебно блестят вдали березы. Нет ничего страннее, прекраснее, внутренности леса, в лунную ночь этого белого, шелкового блеска березовых стволов, в его глубине. Она остановилась в упор мне чернея в сумраке глазами. «Вы правда уезжаете?» «Да, пора. Но почему так сразу и скоро?» «Я не скрываюсь. Вы меня давеча поразили, сказав, что уезжаете. Натали, можно мне приехать, представиться вашим, когда вы вернетесь домой?» Она промолчала. Я взял ее руки, поцеловал, весь замирая правую. «Натали!» «Да, да, я вас люблю», сказала она поспешно и невыразительно и пошла назад к дому. Я лунатически пошел за ней. «Уезжайте завтра же», сказала она на ходу, не оборачиваясь. «Я вернусь домой через несколько дней». Часть пятая. Войдя к себе, я, не зажигая свечи, сел на диван и застыл, оцепенел в том страшном и дивном, что так внезапно и нежданно совершилось в моей жизни. Я сидел, потеряв всякое представление о месте и времени. Комнаты и сад уже потонули в темноте от туч, в саду за открытыми окнами все шумело, трепетало, и меня все чаще и ярче озаряло быстрым и в ту же секунду исчезающим зелено-голубым пламенем. Быстрота и сила этого безгромного света все увеличивалось, потом комната озарилась вдруг до неправдоподобной видимости. На меня понесло свежим ветром, и таким шумом сада точно его охватил ужас. Вот она, загорается земля и небо. Я вскочил с трудом, затворил одно за другим окна, ловя их рамы, преодолевая трепавший меня ветер, и на цыпочках побежал по темным коридорам в столовую. Мне, казалось бы, было в тот час недораскрытых окон в столовой и гостиной, где буря могла перебить стекла, но я все-таки побежал, и даже с большой озабоченностью. Все окна в столовой и гостиной оказались закрыты. Я увидал это при том зелено-голубом озарении, в цвете, яркости которого было поистине что-то неземное, сразу раскрывавшиеся всюду, точно быстрые глаза, и делавшие огромными и видимыми до последнего переплета все оконные рамы, а затем тотчас же затоплявшиеся густым мраком, на секунду оставлявшие в ослепшем зрении след чего-то жестяного красного. Когда же я быстро, точно боясь, не случилось ли чего там, без меня вошел в свою комнату, из темноты послышался сердитый шепот. «Где ты был? Мне страшно. Зажги скорее огонь!» Я чиркнул спичкой, увидел сидевшую на диване Соню в одной ночной рубашке, в туфлях на босу ногу. «Нет, нет, не надо!» поспешно сказала она. «Иди скорее ко мне, обними меня, я боюсь!» Я покорно сел и обнял ее за холодные плечи. Она зашептала. «Ну, поцелуй же меня, поцелуй, возьми совсем, я целую неделю не была с тобой!» И силой откинула меня из себя на подушке дивана. В ту же минуту на пороге растворенной двери метнулась Натали в своей распашонке со свечой в руке. Она сразу увидала нас, но все-таки бессознательно крикнула «Соня, где ты? Я страшно боюсь!» И тотчас исчезла. Соня кинулась вслед за ней. Часть шестая Через год она вышла за Мещерского. Венчали ее в его благодатном, при пустой церкви, и мы, и прочие родные, знакомые с его и с ее стороны, не получили приглашения на свадьбу. И обычных после свадьбы визитов молодые не делали. Тотчас уехали в Крым. В январе следующего года в Татьянин день был бал воронежских студентов в благородном собрании в Воронеже. Я уже московский студент проводил святки дома в деревне и приехал в тот вечер в Воронеж. Поезд пришел весь белый, дымящийся снегом от вьюги. По дороге со станции в город, пока извозчики сани несли меня в дворянскую гостиницу, едва видны были мелькавшие сквозь вьюгу огни фонарей. Но после деревни эта городская вьюга и городские огни возбуждали, сулили близкое удовольствие войти в теплый, слишком даже теплый номер старой губернской гостиницы, спросить самовар и начать переодеваться, готовиться к долгой бальной ночи и студенческому пьянству до рассвета. За то время, что прошло с той страшной ночи, у Черкасовых, а потом с ее замужества, я постепенно оправился, во всяком случае привык к тому состоянию душевно больного человека, которым втайне был и внешне жил, как все. Когда я приехал, бал только что начался, но уже полны были все пребывающим народом парадная лестница и площадка на ней, а из главной зала, с ее хор, все покрывало, заглушало полковая музыка, звучно, гремя печально торжествующими тактами вальса. Еще свежий с мороза в новеньком мундире, и от этого не в меру изыскно, с излишней вежливостью, пробираясь в толпе по красному ковру лестницы, я поднялся на площадку, вошел в особенно густую уже горячую толпу, стеснившуюся перед дверями залы, и зачем-то стал пробираться дальше так настойчиво, что меня приняли верно за распорядителя, имеющего в зале неотложное дело. Я, наконец, пробрался, остановился на пороге, слушая разливы и раскаты оркестра над самой моей головой, глядя на сверкающую зыбь люстр и над десятки пар, разнообразно мелькавших под ними в вальсе, и вдруг подался назад. Из этой кружившейся толпы внезапно выделилась для меня одна пара, быстрыми и ловкими глиссадами летевшая среди всех прочих все ближе ко мне, и отшатнулся, глядя, как он, несколько сутулый в вальсировании, велик, да родин, весь черен блестящими черными волосами и фраком, и легок той легкостью, которую удивляют в танцах некоторые грузные люди, и как высока она в бальной высокой прическе, в бальном белом платье и стройных золотых туфельках, кружившиеся несколько откинувшись, опустив глаза, положив на его плечо руку в белой перчатке до локтя с таким изгибом, который делал руку похожей на шею лебедя. На мгновение черные ресницы ее взмахнулись прямо на меня. Чернота глаз сверкнула совсем близко, но тут он со старательностью грузного человека, ловко скользнув на лакированных носках, круто повернул ее, губы ее приоткрылись вздохом на повороте, серебристо мелькнул подол платья, и они, удаляясь, пошли глиссадами обратно. Я опять протиснулся в толпу на площадке, выбрался из толпы, постоял. В двери залы, наискось против меня еще совсем пустой и прохладной, видны были стоявшие в празом ожидании за буфетом с шампанским две курсистки в малороссийских нарядах, хорошенькая блондинка и сухая, темноликая красавица, казачка, чуть не вдвое выше ее ростом. Я вошел, с поклоном протянул сторублевую бумажку. Они, столкнувшись головами и засмеявшись, вытащили под стойкой из ведра со льдом тяжелую бутылку и нерешительно переглянулись. Откупоренных бутылок еще не было. Я зашел за стойку и через минуту молодецких хлопнул пробкой. Потом весело предложил им по бокалу гаудамус и гитур. Остальное допил бокал за бокалом один. Они смотрели на меня сперва с удивлением, потом с жалостью. Ой, но вы и так страшно бледный. Я допил и тотчас уехал. В гостинице спросил номер, бутылку кавказского коньяку и стал пить чайными чашками в надежде, что у меня разорвется сердце. И прошло еще полтора года. И однажды в конце мая, когда я опять приехал из Москвы домой, наручный со станции привез ее телеграмму из благодатного. Сегодня утром Алексей Николаевич скоропостижно скончался от удара. Отец перекрестился и сказал Царствие небесное. Какой ужас! Прости меня, Боже, никогда не любил я его, но все-таки это ужасно, ведь ему еще и сорока не было. И ее ужасно жаль вдова в такие годы с ребенком на руках. Никогда я ее не видал, он был так мил, что даже ни разу не привез ее ко мне. Но говорят очаровательно, как же теперь быть? Ни я, ни мама ехать при нашей старости за полтора ста верст, конечно, не можем. Надо ехать тебе. Отказаться было нельзя. В силу чего я мог отказаться? Да я и не мог бы отказаться в том полубезумии, в которое внезапно опять повергла меня эта неожиданная весть. Я одно знал, я ее увижу. Предлог для встречи был страшный, но законный. Мы послали ответную телеграмму, и на другой день майской вечерней зарею лошади из благодатного в полчаса доставили меня со станции в усадьбу. Подъезжая к ней по взгорью вдоль заливных лугов, я еще издали увидал, что по западной стене дома, обращенной к еще светлому закату, все окна в зале закрыты ставнями, и содрогнулся от страшной мысли, за ними лежал он и была она. Во дворе густо заросшем молодой травой погромыхали бубенчиками возле каретного сарая чьи-то две тройки, но не было ни души, кроме кучеров на козлах, и приезжие дворня уже стояли в доме на панихиде. Всюду была тишина деревенской майской заре, весенняя чистота, свежесть и новизна всего полевого и речного воздуха этой молодой густой травы во дворе, густого цветущего сада, надвинувшегося на дом сзади и с южной стороны, а на низком парадном крыльце унасишь раскрытых в сене дверей, стоймя прислонена была к стене большая желтая глазетовая крышка гроба. В тонком холодке вечернего воздуха сильно пахло сладким цветом груш, молочно белевших своей белой густотой в юго-восточной части сада на ровном и от этой млечности матовом небосклоне, где горел один розовый Юпитер. И молодость, красота всего этого, и мысль о ее красоте и молодости, и о том, что она любила меня когда-то, вдруг так разорвали мне сердце скорбью, счастьем и потребностью любви, что, выскочив у крыльца из коляски, я почувствовал себя точно перед пропастью. Как вступить в этот дом вновь и увидать ее лицом к лицу после трех лет разлуки и уже вдовой матерью? И все же я вошел в сумрак и ладан этой страшной залы, испещренной желтыми свечными огоньками, в черноту стоявших с этими огоньками перед гробом, наискось возвышавшим со своим возглавием передний угол, озаренный сверху большой красной лампадой перед золотыми ризами икон, а внизу серебряным текучим блеском трех высоких церковных свечей вошел под возгласы и пение священнослужителей с каждениями поклонами обходивших гроб и тотчас опустил голову, чтобы не видеть желтые парчи на гробе и лица покойника, пуще же всего боясь увидеть ее. Кто-то подал мне зажженную свечу, я взял и стал держать ее, чувствуя, как она, дрожа, греет и освещает мне лицо, стянутое бледностью и с тупой покорностью, слушая эти возгласы и брецания кадила из-под лобья, видя плывущий к потолку торжественной приторно пахнущий дым, и вдруг подняв лицо все-таки увидел ее впереди всех в трауре со свечой в руке, озарявшей ее щеку и золотистость волос, и уже как от иконы не мог оторвать от нее глаз. Когда все смолкло, запахло потушенными свечами, и все осторожно задвигались и пошли целовать ее руку, я ждал, чтобы подойти последним, и подойдя с ужасом восторга взглянул на иноческую стройность ее черного платья, делавшего ее особенно непорочной, на чистую молодую красоту лица, ресницы, глаз, при виде меня опустившихся низко. Низко поклонился, целуя ее руку, сказал едва слышным голосом все, что должен был сказать, следуя приличию родству и попросил разрешения тотчас же уйти и ночевать в саду, в той старинной ротонде, в которой я ночевал еще гимназистом, приезжая благодатно, там была спальня Мещерского на жаркие летние ночи. Она ответила, не поднимая глаз, я сейчас распоряжусь, чтобы вас проводили туда и подали вам ужин. Утром, после отпевания и погребения, я немедля уехал. Прощаясь, мы опять обменялись только несколькими словами и опять не глядели друг другу в глаза. Часть седьмая. Я кончил курс, потерял вскоре после того почти одновременно отца и мать, поселился в деревне, хозяйствовал, сошелся с крестьянской сиротой Гашей, выросшей у нас в доме и служившей в комнатах моей матери. Теперь она вместе с Иваном Лукичем, нашим бывшим дворовым, седым до зелени стариком с большими лопатками, служила мне. Вид она имела еще полудетской, маленькая, худенькая, черноволосая, с ничего не выражающими глазами цветосажей, загадочно молчаливая, будто ко всему безучастная и настолько вся темная, тонкой кожей, что отец когда-то говорил, вот верно такая была Агарь. Мила она была мне бесконечно. Я любил носить ее на руках, целуя, я думал, вот и все, что осталось у меня в жизни и она казалось понимала, что я думаю. Когда она родила маленького черненького мальчика и перестала служить, поселилась в моей прежней детской, я хотел повенчаться с нею. Она ответила, нет, мне этого не нужно, мне только стыдно будет перед всеми, какая же я барыня, а вам зачем? Вы меня тогда еще скорее разлюбите, вам надо поехать в Москву, а то вы совсем соскучитесь со мной. А я теперь скучать не буду, сказала она, глядя на ребенка, который на руках у него сосал грудь. Поезжайте, поживите в свое удовольствие, только одно помните, если влюбитесь в кого как следует и жениться задумаете, ни минутки не помедлю, утоплюсь вот вместе с ним. Я посмотрел на нее, ей не верить было невозможно, и поник головой да, а мне ведь всего двадцать шесть лет. Влюбиться, жениться, этого я и представить себе не мог, но слова Гаши еще раз напомнили мне о моей конченной жизни. Ранней весной я уехал за границу и провел там месяца четыре. Возвращаясь в конце июня через Москву домой думал так, проживу осень в деревне, на зиму опять куда-нибудь уеду. По дороге из Москвы в Тулу спокойно грустил, вот опять я дома, а зачем? Вспомнил Натали и подумал, да, та любовь до гроба, которую насмешливо предрекала мне Соня, существует. Только я уже привык к ней, как привыкает кто-нибудь с годами к тому, что у него отрезали, например, руку или ногу. И, сидя на вокзале в Туле, в ожидании пересадки, вдруг послал телеграмму. Еду из Москвы мимо вас, буду на вашей станции в девять вечера. Позвольте заехать, узнать, как вы поживаете. Она встретила меня на крыльце, сзади нее светила лампой горничная и с полуулыбкой протянула мне обе руки. Я страшно рада. Как это ни странно, вы еще немного выросли, сказал я, целуя чувства их уже смучением. Я взглянул на нее всю при свете лампы, которая приподняла горничная и вокруг стекла, которой в мягком после дождя воздухе кружились мелкие розовые бабочки. Черные глаза смотрели теперь тверже, увереннее. Вся она была уже в полном расцвете молодой женской красоты, стройная, скромно нарядная, в платье из зеленой чесучи. Да, я все еще расту, ответила она, грустно улыбаясь. В зале по-прежнему висела в переднем углу большая красная лампада перед старыми золотыми иконами только незажженная. Я поспешил отвести глаза от этого угла и прошел за ней в столовую. Там на блестящей скатерти стоял чайник на спиртовке, блестела тонкая чайная посуда, горничная принесла холодную телятину, пикули, графинчик с водкой, бутылку лафиту. Она взялась за чайник. «Я не ужинаю, выпью только чаю, но вы сперва покушаете. Вы из Москвы? Почему? Что ж там делать летом? Возвращаюсь из Парижа». «Вот как?» «И долго там пробыли?» «Ах, если б я могла поехать куда-нибудь. Но ведь моей девочке всего четвертый год. Вы, говорят, усердно хозяйствуете». Я выпил рюмку водки незакусывая и попросил позволения курить. «Ах, пожалуйста». Я закурил и сказал, «Натали, не нужно вам быть со мной светски любезны. Не обращайте на меня особого внимания. Я заехал только взглянуть на вас и опять скрыться. И не чувствуйте неловкость, ведь все, что было, бельем поросло и прошло без возврата. Вы не можете не видеть, что я опять ослеплен вами. Но теперь вас никак не может стеснять мое восхищение. Оно теперь бескорыстно и спокойно». Она склонила голову и ресницы к дивной противоположности того и другого, никогда нельзя было привыкнуть, и лицо ее стало медленно розоветь. «Это совершенно точно», сказал я бледнее, но крепнущим голосом сам себя уверяю, что говорю правду, ведь все на свете проходит. Что до моей страшной вины перед вами, то я уверен, что она уже давным-давно стала для вас безразлична и гораздо более понятна, простительна, чем прежде. Вина моя была все-таки не совсем вольная и даже в ту пору заслуживалась нисхождение по моей крайней молодости и по тому удивительному стечению обстоятельств, в которые я попал. И потом я уже достаточно наказан за эту вину всей своей гибелью. Гибелью? А разве не так? Вы до сих пор не понимаете, не знаете меня, как сказали когда-то. Она помолчала. Я видела вас на балу в Воронеже. Как еще молода была я тогда и как удивительно несчастна. Хотя разве бывает несчастная любовь, сказала она, поднимая лицо и спрашивая всем черным раскрытием глаз и ресниц. Разве самая скорбная в мире музыка не дает счастья? Но расскажите мне о себе, неужели вы навсегда поселились в деревне? Я с усилием спросил, значит вы тогда меня еще любили? Да. Я замолчал, чувствуя, что лицо у меня теперь уже горит огнем. это правда, что я слышала, что у вас есть любовь, ребенок? Это не любовь, сказал я, страшная жалость, нежность, но и только расскажите мне все. И я рассказал все, вплоть до того, что сказала мне Гаша, посоветовавши мне поехать, пожить в свое удовольствие. И кончил так. Теперь вы видите, что я всячески погиб. полноти, сказала она, думая что-то свое, у вас еще вся жизнь впереди, но брак для вас конечно невозможен. Она конечно из таких, что и ребенка не пожалеет, не то что себя. Не в браке дело, сказала я, бог мой, мне жениться. она в раздумье посмотрела на меня. Да, да, как странно, ваше предсказание сбылось, мы породнились, вы чувствуете, что ведь вы мне двоюродный брат теперь, и положила руку на руку мне. Но ужасно устали с дороги, даже не притронулись ни к чему. На вас лица нет, довольно разговоров на сегодня. Идите, постель для вас в павильоне неприготовлено. Я покорно поцеловал ей руку, она позвала горничную, и та с лампой, хотя было довольно светло от месяца, низко стоявшего засадом, провела меня, сперва главной, потом боковой аллеей на просторную поляну, в эту старинную ротонду с деревянными колоннами. Я сел у раскрытого окна в кресле возле постели, стал курить, думая, напрасно совершил я этот глупый внезапный поступок, напрасно заехал, понадеялся на свое спокойствие, на свои силы. Ночь была необыкновенно тиха, было уже поздно, должно быть, прошел еще небольшой дождь, еще теплее, мягче стал воздух. И в прелестном соответствии с этим неподвижным теплом и тишиной протяжно и осторожно пели вдали в разных местах села первые петухи. Светлый круг месяца стоявшего против ротонды засадом как будто замер на одном месте, как будто выжидательно глядел, блестел среди дальних деревьев и ближних раскидистых яблонь, мешая свой свет с их тенями. Там, где свет проливался, было ярко, стеклянно, в тени же пестро и таинственно. И она в чем-то длинном, темном, шелковисто блестевшем подошла к окну тоже так таинственно неслышным. Потом месяц сиял уже над садом и смотрел прямо в ротонду, и мы поочередно говорили, она, лежа на постели, я стоя на коленях возле и держа ее руку. В ту страшную ночь с молниями я любил уже только тебя одну. Никакой другой страсти, кроме самой восторженной, чистой страсти к тебе во мне уже не было. Да, я со временем все поняла. И все-таки, когда вдруг вспоминала эти молнии, тотчас вспоминала о том, что за час перед тем был.